Друзья, всем привет! Вы на канале Крым Онлайн. Сегодня мы с вами находимся в Учкуевке. В прошлых видеороликах мы познакомили вас с прекрасным парком Учкуевка и с его замечательными пляжами. А в этом видеоролике по нашей традиции мы решили изучить варианты жилья. В этом видеоролике вы узнаете, какие есть варианты жилья в Учкуевке. Мы позвоним на несколько номеров, узнаем про стоимость и, надеюсь, нам удастся показать несколько номеров, как они выглядят изнутри. Ну что, друзья, отправимся в путь на поиски классного жилья. Очень много разных здесь мест размещения. Нашла вот, кстати, первый номер. Сдаются номера. Давайте узнаем, сколько стоит. Я смотрю, очень красивое трехэтажное здание, точнее, два этажа и мансарда. Ну, я так понимаю, что здесь все сдается. Есть уютный дворик, мангальная зона и место для отдыха. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, увидела объявление о сдаче жилья. А скажите, в какую цену сейчас сдаёте? Нас интересует на троих человек. Двое взрослых, один ребёнок. Апартаменты на две спальни, да, есть? А в какую цену? А, шесть в сутки целые апартаменты. Я поняла. Скажите, пожалуйста, а если, допустим, чуть позже заехать, там, через несколько дней, просто понравился ваш гостевой дом, в какую цену номера, если попроще что-то? 3000. Всё, я вас услышала. Раскладушку. Я вас услышала. Хорошо, я тогда сохраню ваш номер, если что, может, немножко позже перезвоню. Сейчас мы ещё походим, поопределимся. Спасибо. Хорошо. Да, хорошо, спасибо. Хорошего дня. До свидания. В общем, друзья, мне удалось узнать, что в этом гостевом доме сейчас свободны только одни апартаменты. Всё остальное занято. Апартаменты двухкомнатные, плюс есть общая комната, совмещенная с кухней своей. Этот номер рассчитан на целую семью. Его стоимость от 6000 рублей в сутки. Есть номера попроще, сейчас они все заняты. Двухместный номер на двоих человек. Плюс можно доставить дополнительное место, раскладушку. Стоит 3000 рублей в сутки. Есть парковочное место, стиральная машина и, конечно, кондиционеры. В шаговой доступности от парка Учкуевка находится гостевой дом под названием Voyage SV. Сейчас мы вам его покажем. Владелец гостевого дома – это наш партнёр, партнёр нашей клубной карты. Как раз сейчас у неё освободился номер, и она любезно согласилась нам его показать. Ну что, друзья, пойдём посмотрим. Сразу нас встречает большая территория и мангальная зона. Слева от меня находится несколько беседок. Здесь можно вечером провести свободное время или позавтракать утром. Сейчас мы с вами зайдём в дом и посмотрим кухню. Итак, друзья, здесь есть большая столовая, где разместились несколько столов и множество стульев. Есть даже стул для маленьких детей. Здесь вы сможете покушать, если будет пасмурная погода, либо если вы не захотите обедать, завтракать или ужинать на свежем воздухе. За барной и стойкой находится мини-кухня. Там есть всё для приготовления еды и холодильник. Ну что, друзья, пойдём посмотрим номер. Сейчас мы с вами поднялись на третий этаж. Посмотрим номер 7. Добро пожаловать. Комната достаточно большая, просторная и светлая. Сразу при входе нас встречает большой диван. Рассчитан, я думаю, на одного или даже двух гостей. Есть небольшой стол. И справа, точнее слева от меня, находится шкаф. В шкафу есть все необходимые принадлежности. За этой дверью находится спальня. Ну, мы сейчас с вами ещё посмотрим, что есть в этой комнате. Есть холодильник. Есть принадлежности для приготовления чая и кофе. Вилочки, ложки. И также есть небольшой комод, куда можно сложить личные вещи. Кресло, кстати, тоже раскладывается. Это дополнительное место. Ну что, друзья, давайте посмотрим комнату. В спальню ведёт небольшой коридор. Сразу мы видим большую двуспальную кровать. Две тумбочки по бокам. Напротив есть телевизор и небольшой комод для вещей. Комната очень светлая, просторная. Здесь имеется несколько окон. Одно из них с видом на море. Очень красивый вид. Кстати, море находится в шаговой доступности. Буквально 5 минут пешком спуститься. И сейчас мы с вами посмотрим балкон. На балконе есть вся необходимая мебель для отдыха. Здесь можно проводить свои вечера. Взять что-нибудь перекусить. И отдыхать целой семьёй. Ну что, друзья, пойдём посмотрим санузел. Хотела, кстати, сакцентировать внимание, что здесь в каждой комнате есть кондиционер. Ну что, проходите. Ванная комната оснащена всем необходимым. Есть сушка для белья, фен, зеркало, туалет и, конечно же, рукомойник. В углу разместился просторный душ. Ну что, друзья, мы с вами познакомились с одним из номеров гостевого дома. Стоимость такого номера на сегодняшний день от 5000 рублей на 3-4 человек. То есть здесь вы сможете разместиться целой семьёй. Ну что, друзья, пойдём посмотрим, что есть ещё в очковывке. Забрели в сосновый лес и вышли на улицу Радужная. Здесь видим разные варианты жилья. Очень много разных гостевых домов. Сейчас найдём таблички, где же есть свободные номера. Позвоним и узнаем, сколько стоит жильё. А возможно, нам кто-то согласится показать какой-то номер. Какой красивый забор. О, улица Радужная, 20. Ну что, позвоним? Алло, здравствуйте. Увидели объявление о вашей сдаче жилья. Скажите, пожалуйста, а есть сейчас свободные номера? А в какую цену сдаёте? Двое взрослых и один ребёнок. Ага, от 4000 с половиной, да? Где-то так. Ага, спасибо большое. А вы сейчас выйдете? Да, да, мы возле вас сейчас находимся. Да, да, спасибо. Хозяйка сразу захотела выйти и с нами познакомиться. В общем, сейчас посмотрим, что это будет. В прошлый раз это было волнительно. Здравствуйте. Я вам только что звонила. Да, приходите, пожалуйста. А мы снимаем видеоролик, можно? Да, хорошо. Я думаю, кто-нибудь против. Да? Друзья, вы только посмотрите, какая здесь чудесная территория. Сразу при входе нас встречает небольшая беседка для отдыха, очень красивые клумбы и очень много цветов. Вот эти мои самые любимые. Ну, из тех, которые на клумбах именно. Антоша сразу увидел себя по утрам, писающий мальчик. Композиция. Ну что, друзья, пойдем посмотрим несколько номеров, покажем их вам. Ух ты, на территории есть бассейн. Вот это класс. Начнем наше знакомство с самого большого номера. Это номер семейный. Рассчитан он почти на 4 человека, двухкомнатный. Сейчас с вами с ним познакомимся. Кстати, у этого номера есть своя терраса, где можно вечером отдохнуть, посидеть с семьей и прямой выход, свой личный выход к бассейну. Ну что, друзья, добро пожаловать в Сосновый рай. Перед нами сразу открывается большая светлая комната. Здесь есть все необходимое для полноценного отдыха. Перед вами сейчас расположен большой диван. Он рассчитан на одного или даже двух детей. Есть большое окно, холодильник, микроволновая печь. И с левой стороны у нас есть кухня небольшая, но она наполнена всем необходимым для приготовления еды. Есть также мультиварка. Обожаю мультиварки. Самая полезная вещь на свете. Здесь у нас комната. Комната очень большая. Здесь очень просторно. Мне очень нравится, что она выполнена в светлых тонах. Вижу, что сразу есть много разных шкафчиках. И большой шкаф для одежды. Есть достаточно большое количество тремпелей. Перед нами большая двуспальная кровать. Две тумбочки по бокам. И есть точечный свет. В каждом номере есть кондиционер. Теперь мы с вами познакомимся с санузлом. Он здесь, кстати, тоже есть. Нас сразу в углу встречает большая ванная, которую можно использовать так же, как и душ. Есть туалет. Есть ящички для личных вещей. Туда вы можете разместить все свои тюбики и личные вещи. А также есть стиральная машина. Рукомойник очень большой, красивый. Сделан под мрамор. Друзья, данный номер вам на сегодняшний день обойдется 8500 рублей. Этот номер, как я уже сказала, рассчитан на целую семью. Он полноценный двухкомнатный. Есть все необходимое. Ну, вот такие вот условия. Сейчас мы с вами пройдем и посмотрим другой номер. Номер стандарт. Он рассчитан на двоих. В гостевом доме отдыхает семья. Сейчас мы у них поинтересуемся, нравится ли им отдых в Учкоевке. И вообще, откуда они к нам приехали. Вот это радость. Здравствуйте. Меня зовут Валентина. Информационный портал Крыма. Скажите, а вы приехали отдыхать? Да, конечно. Мы приехали отдохнуть здесь, в Крыму. Приехали из Москвы. Очень хорошо добрались. Быстро доехали. И вот попали в этот рай сосновый. Очень довольны вообще. Все очень здорово. Там бассейн, погода, природа. Все классно. Да, когда в море такие волны, здесь есть свой бассейн. Это очень приятно, что можно здесь почилить, так сказать, отдохнуть. А вам волны не очень нравятся? Ну да. Там такие волны, чтобы все равно никто не ушлался. Невозможно зайти в море. Никто не рискнул сегодня именно такой день. Поэтому мы с удовольствием здесь сегодня. Ну и вообще все очень круто. А как нашли гостевой дом? Через интернет связались с Анастасией. Вообще она без проблем все ответила, быстро объяснила, рассказала. Да, очень хорошо, что есть обратная связь. Человеку написали, она ответила быстро. Быстро, оперативно. Да, то есть нету как бы такого... Задержки какой-то. Я отвечу, я там на завтрашний день. У меня уже мысли могли поменяться спокойно. А тут вот хоп, все четко. А почему вы брали Учкуевку для отдыха? Нам посоветовали. Друзья, да, мы второй год здесь отдыхаем. И нам очень нравится. Да, нас все устраивает. Особенно парк здесь, который построили. Очень изумительный. И пляж. Вечером гулять, одно удовольствие. И внешнему гулять прекрасно. Да. А где еще были в Крыму? Или не отдыхали еще? Я была в Ялте, в Евпаторе. Но вот как-то здесь осели так и с удовольствием уже второй год. И на следующий год собираемся. Так что прям... Ну, уже постоять сюда. Да, да. Ну, пляж вообще обалденный. Реально, нам очень нравится. Песок, приятная атмосфера, парк, сосны. Инфраструктура вся нас полностью устраивает. Спасибо большое. Приятного отдыха. Каждый раз, когда теперь прохожу мимо этого фонтана, мой взгляд цепляется именно за него. Какой же он все-таки классный. Мне кажется, фонтан просто украшение каждого двора. Ну что, наш номер находится на втором этаже. Пойдем посмотрим. Как раз сегодня освободился второй номер. Сейчас мы его вам покажем. Номер достаточно просторный, светлый. При входе сразу меня встречает посуда, чайник и маленький холодильник. Дальше у нас есть столик для личных принадлежностей и небольшое зеркало. Передо мной сразу находится большая двухспальная кровать. Небольшой стол. Большой вместительный шкаф. На стене напротив расположился телевизор и кондиционер. В номере также есть балкон с выходом во двор. И писающий мальчик. Друзья, стоимость такого номера на сегодняшний день 4,5 тысячи рублей в сутки. Сейчас мы с вами познакомимся с санузлом. Он здесь, кстати, тоже есть. Ну что, посмотрим санузел. Санузел достаточно небольшой, но здесь есть все необходимое. Есть унитаз. В углу разместилась большая душевая кабина и небольшая раковина. На стене разместили зеркало. Ну что, друзья, вот с такими вот номерами мы сегодня с вами познакомились. Пойдем пройдемся еще по Учкуевке и посмотрим, какие варианты жилья мы еще здесь найдем. И по каким ценам. Не переключайтесь, все расскажем и покажем вам. Ну что, друзья, нам удалось с вами посмотреть еще один гостевой дом. Бабах. Что хотелось сказать, если вы приедете на своем автомобиле, можно автомобиль оставить прямо возле забора. Ребята сказали, что у них здесь есть видеонаблюдение специально для того, чтобы можно было не беспокоиться за свои автомобили. В общем, за свои транспортные средства. И что хотелось еще отметить, 5 минут до моря, 5 минут пешком. Представляете, совсем немножко и вы уже на пляже. Вот такая вот улица, очень уютная, зеленая, много зелени и много цветов. Пойдем прогуляемся, посмотрим, что же здесь есть еще. Друзья, следующую улицу, которую мы нашли, это улица Загордянского. Здесь также разместилось очень большое количество разных гостевых домов. И, кстати, вот один из них. Давайте позвоним, узнаем. Загордянского, 38. Алло, здравствуйте. Скажите, пожалуйста, увидела вот объявление о сдаче жилья. Сдаете сейчас жилье? Да? А в какую цену? Кстати, две с половиной, трехместные. Ага. А скажите, есть какие-то свободные сейчас номера? Свободные номера есть какие-то, да, сейчас? А, можете показать, да? Алло. Алло, можете показать? Что-то сорвалось. В общем, сейчас хозяйка должна выйти. А вот. Здравствуйте. Можно, да? Можно. Можно мы снимем? Можно, проходите. Меня зовут Валентина, информационный портал Крым Онлайн. Очень приятно. Снимаем ролик про жилье. Хотим показать, какие есть варианты в Учкуевке. Хорошо. Пойдемте. Здесь у нас двор, внизу кухня большая на весь дом. Ага. Кухня столовая. Давайте посмотрим. Давайте. Тем более, я в бегах все лето. Ну, вот эту едию. Ух ты, какая большая столовая. Все есть для приготовления еды, да? Да. Есть холодильник, две мойки, вся посуда вот здесь вот, кастрюльки, сковородочки, морозилочка. Здесь вот шкафчики для ваших продуктов. Можно на замочек закрыть, если хотите. Вот пустой шкафчик, тут тарелки, чашки, чайник. Все есть, микроволновка. Здорово. Спасибо. Вот такая у нас кухня. Пойдемте, я в комнату покажу. Просторная такая. Здесь можно разместиться и на улице в беседке, да? В беседке, да. Там мангал. Ну, и там территория наша. Нету такой скучности, когда дом в дом. Знаете, что совсем мало листа. У нас хоть есть куда взгляд кинуть. И там вот за тойками еще два парковочных места. Здесь тоже машины ставим. И там две. Ну, тут две-три становятся. Смотря какие машины. Если большие, три. Если маленькие, четыре может стать. Ну да. Здесь у меня постирочная. Там комната гладильная. А, то есть есть где постирать, да? Да, да. Стирка ватная, сто рублей. Вот машинка. Здесь погладиться можно отдельно. Пойдемте дальше. Перед нами открывается довольно просторная комната. Сразу мы видим одну двуспальную кровать. Есть несколько больших шкафов для того, чтобы можно было разместить личные вещи. Там также расположены все принадлежности для дополнительного места. Оно, кстати, находится вот здесь вот в углу. Я думаю, что на таком большом диване может разместиться один или два ребенка. В номере нет кондиционера, но зато есть вентилятор. На стене разместился телевизор. Сейчас мы с вами посмотрим санузел. Так. Санузел небольшой, но есть все необходимое. Туалет, душевая кабина, зеркало и раковина. Стоимость такого номера на сегодняшний момент две с половиной тысячи рублей. На троих. Ну что, друзья, пойдемте посмотрим террасу. Нам покажут, какой здесь чудесный вид на бухту. На два номера также здесь есть терраса, где можно разместиться вечером. Есть возможность разместить все мокрое белье и высушить. И можно здесь посидеть и отдохнуть всей семьей за большим дружным столом. Пойдемте, покажу вам вид на Севастопольскую бухту. Здесь у нас недалеко музей Константиновская батарея и на третьем этаже у нас бинокль есть. Да, такой бонус. А, еще видно Херсонес и церковь, Владимирский собор видно. Ух ты, классно! Бинокль это интересно. Ух ты, классно! Ой, какая прелесть! Вы посмотрите, что здесь есть. Надо посмотреть. Ох ты, я птиц вижу. Так, как тут... Вау! Вау! Друзья, ну это стоит посмотреть. Вообще, такая красота. Сейчас он тоже посмотрит. И вам тоже скажет свое мнение. Тут открывается просто великолепный вид на Севастопольскую бухту. И здесь просто потрясающие закаты. Место очень тихое, спокойное. Нет особо такого движения автомобилей. Так что даже если здесь вечером разместиться, будет комфортно, тихо и уютно. Друзья, ну что ж, мы с вами посмотрели еще один вариант жилья. Это, пожалуй, один из самых недорогих вариантов жилья. Цена очень приемлемая и очень хорошая. Две с половиной тысячи. Пока я такого еще в сезон не видела. Еще хочу отметить, что гостевой дом находится в черте города. Вы легко сможете добраться до любых достопримечательностей и посмотреть все самое интересное в Севастополе. Ну что, пойдем посмотрим, что есть еще. Мы продолжаем нашу прогулку по Учкуевке и продолжаем поиск нашего жилья. Ну что, друзья, буквально в одной минуте от моря я нашла еще один вариант жилья. Сейчас позвоним и узнаем, сколько здесь стоит жилье и какие здесь условия. Алло, здравствуйте. Увидела ваше объявление о значении жилья. Скажите, а в какую цену сейчас даете? На двоих взрослых один ребенок. На троих, да. Ну, думали в ближайшее время. Сейчас пока походим, прицениваемся, смотрим. Из разряда на неделю. С сегодняшнего. Да, мы сейчас ходим, прицениваемся, смотрим, где остановиться. Хотели узнать, какая у вас стоимость. Три тысячи. Спасибо большое. А скажите, по кухне есть где-то приготовить возможность? Есть. Спасибо. Спасибо большое. Запишу ваш номер, буду иметь в виду. В общем, друзья, нам предлагают номер за три тысячи со всеми удобствами и возможностью приготовить. Что значит все удобства, по их мнению, я не уточнила, потому что хозяйка не уточнила. Одна минута до моря, до набережной. В принципе, условия очень классные, если смотреть только, ну, точнее, акцентировать на это внимание. Поэтому за эту цену, я думаю, что это просто шикарно. Напоминаю, кстати, что все номера, контакты вы сможете найти в нашем телеграм-канале, так что подписывайтесь. Ссылка будет в описании. Вы только посмотрите, какая здесь красота. Прямо здесь, на берегу моря, люди оставляют автомобили. Возможно, здесь где-то можно разместиться с палаткой. Ай, какая красота. Класс. Вы посмотрите, то, какое место для отдыха. Ну что, друзья, с таким прекрасным видом и на этом прекрасном месте мы с вами закончим наш сегодняшний обзор. Надеюсь, вам понравился этот видеоролик. Вы поддержите его лайком, чтобы как можно больше людей его увидели, а YouTube начал рекомендовать его большему количеству пользователей. Сезон уже вот-вот подходит к концу. Уже скоро будет середина августа. Многие приедут на бархатный сезон, а многие уже свой отпуск отгуляли. Но мы продолжаем снимать вам разные варианты жилья, чтобы вы всегда знали, куда можно поселиться и где можно отдохнуть в Крыму. Ну что, друзья, надеюсь, встретимся в новых видеороликах. Подписывайтесь на наши социальные сети, подписывайтесь на телеграм-канал. Все ссылки будут в описании. А если вы хотите поддержать наш канал, то вы можете оформить подписку на платформе Boosty. Стоимость такой подписки всего 100 рублей в месяц. Но вы оказываете нам очень большую поддержку. Нам будет очень приятно, потому что каждая ваша поддержка – это большой плюс нам. Это большой вклад в развитие нашего канала и в наше путешествие. Ну что, друзья, увидимся в следующих видеороликах. До новых встреч. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон» Субтитры подогнал «Симон»